Добрый день, друзья! Сегодня на канале блюдо немецкой кухни – штрудли. Штрудли – это тушеная картошка с мясом, квашеной капустой и пышными дрожжевыми булочками. Начнем с приготовления теста. В миску наливаем 150 мл чуть теплой воды. Растворяем 15 г прессованных дрожжей или 5 г сухих. Добавляем 1 чайную ложку сахара и пол чайной ложки соли. Хорошо перемешиваем. И постепенно всыпаем 200 г муки. Замешиваем тесто. Сначала в миске, а затем на столе. До гладкого и эластичного состояния. В миску смазываем растительным маслом, кладем тесто, накрываем и оставляем в теплом месте примерно на 1 час для подъема. А тем временем нарезаем мясо. Вот на такие кусочки. Его нам понадобится примерно 700 г. У меня говядина. Нарезаем кубиком или полукольцами 1 луковицу. Подготовим квашеную капусту. Ее нужно слегка отжать от рассола. И уже в отжатом состоянии нам понадобится 700-800 г. Также заранее подготовим картошку. Примерно полкило или чуть больше. Ее нужно очистить и нарезать небольшими брусочками. А затем залить холодной водой, чтобы она не потемнела. Далее на сильном огне обжариваем мясо в казане на растительном масле. До появления румяной корочки. Затем уменьшаем огонь и добавляем лук. Вместе с луком можно добавить натертую морковь. Я не добавляю, так как она у меня есть в капусте. Солим и перчим. Когда лук станет прозрачным, добавляем капусту. Перемешиваем, накрываем и оставляем на медленном огне тушиться минут 10-15. А тем временем занимаемся тестом. Выкладываем тесто на подпыленную мукой рабочую поверхность стола. Разминаем в квадрат толщиной около 1 см. Можно воспользоваться скалкой. Смазываем растительным маслом. По желанию можно посыпать гранулированным чесноком. Или смазать свежим, пропущенным через пресс. Сворачиваем в рулет и нарезаем на кусочки шириной по 3-4 см. Капуста протушилась, стала мягкая. Добавляем лавровый лист. И высыпаем картошку. Наливаем горячую воду. Так, чтобы она была чуть ниже картофеля. Накрываем крышкой. Доводим до кипения. А затем укладываем рулетики на расстоянии друг от друга. Потому что они будут увеличиваться в размерах. Готовим штрудели под крышкой на среднем кипении. 40 минут. Во время приготовления крышку не открывать. Иначе тесто может осесть. Прошло 40 минут. Крышку открываем не торопясь. Сначала выпускаем пар. Штрудли пока откладываем на тарелку. А содержимое картошку, мясо и капусту перемешиваем. А затем подаем вместе со штруделями. В общем, готовьте, пробуйте и пишите комментарии. А я на этом прощаюсь с вами. Желаю удачи в приготовлении и хорошего настроения. Всем пока. До новых видео.